Транш для Украины. Совет директоров МВФ проголосовал за выделение очередного миллиарда долларов финансовой помощи. Все подробности знает Дмитрий Анопченко, он сейчас в штаб-квартире фонда. Дима, здравствуй, расскажи, какие подробности тебе известны и насколько беспроблемным было само голосование? Катяш, ну вот мы сейчас около штаб-квартиры фонда, буквально несколько минут назад вышли наружу, потому что изнутри невозможно выходить в прямой эфир. Да, я могу официально подтвердить, что буквально полчаса назад, где-то вот в половину восьмого вечера по киевскому времени, Совет директоров МВФ проголосовал за выделение очередного транша для Украины. Это практически миллиард долларов. Пауза была очень большая, последний раз деньги поступали только в сентябре. И разумеется, разумеется, все задавались вопросом, ну а вот почему откладывали украинский вопрос, в частности, почему 20 марта не проголосовали. Мне ответили на этот вопрос, ответили неофициально, но этой информацией могу поделиться. Дело в том, что 20 марта, за два дня до проведения Совета директоров, действительно, украинская тема исчезла с повестки дня. И вот в МВФ сегодня пояснили, что было два момента для этого, две причины. Во-первых, в фонде хотели понять, как повлияет на экономику Украины блокада Донбасса, как это скажется на макроэкономических показателях. Ну, во-вторых, здесь была информация о возможных санкциях против дочек российских банков. МВФ украинский вопрос отодвинул, в принципе, редко такое бывает, и запросил пояснение расчета и официальные документы у Минфина. Ну и вот сейчас, по всей видимости, эти документы Минфина всех устроили, потому что, еще раз повторюсь, принципиальное важное решение принято. Транш разблокирован, и вот этот миллиард долларов для Украины будет выделен. И если все пойдет по плану, то в этом году Украина рассчитывает получить еще 5,5 миллиардов. Катя. Дим, а что касается требований МВФ к Украине, в частности, по вопросу пенсионной реформы. Этот вопрос вообще совет директору обсуждал? Важный вопрос, и вопрос очень интересный. Дело в том, что вот мы привыкли, что требования к Украине, требования к странам, в принципе, обсуждают с первыми лицами МВФ, с той же мадам Лагард. Но, по большому счету, все решения здесь принимает совет директоров. И действительно, по просьбе Украины на совет директоров сегодня были вынесены два вопроса. Один из вопросов – изменить график выделения траншей, для того, чтобы было меньше пересмотров программы, для того, чтобы Украина могла быстрее получить эти деньги. Ну и второй – изменить финансовые гарантии для осуществления программы кредитования в целом. То есть Украина с этой просьбой к совету директоров обратилась. Но в любом случае, все проблемные вопросы все-таки вначале решаются тет-а-тет вот в таком прямом разговоре. И этот разговор будет 21-го, 23-го апреля. Три дня вот здесь, в совете директоров МВФ и рядышком в штаб-квартире Всемирного банка. Пройдет так называемый весенний саммит. Два раза в год собирается огромное количество финансистов со всего мира. В том числе министр финансов большой двадцатки. В том числе представителей всех стран. Так вот, здесь ждут украинскую делегацию, чтобы как раз вот в эти числа 21-го, 22-го, 23-го и обсудить те проблемные требования, которые по-прежнему есть у МВФ. В частности, требования по пенсионной реформе и по продаже земли. Катя. Дим, спасибо. Дмитрий Анопченко был на связи со студией с подробностями о заседании МВФ, где рассматривали вопрос о выделении Киеву миллиардного транша. Продолжение следует...